В нашем эфире прямая трансляция пресс-конференции руководителей Народных Республик Донбасса Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Хотим ответить, что Нинские переговоры были сорваны не по нашей линии. Мы туда послали действительно полномочных представителей Нинского Владимира Вячеслава. Ушили нас, которые не все полномочия на подписание и обсуждение любых вопросов, которые касаются отведения тяжелого вооружения, прекращения огня и так далее. Хочу вам напомнить, что сначала украинская сторона вообще не явилась на встречу, что само по себе уже некрасиво. Далее она явилась на встречу непонятно с какими полномочиями. Основное наше требование было в конце концов назначить человека, официального человека, который будет представлять на этих встречах Украину. Этого не было сделано. Поэтому любые обвинения в наш адрес о срыве минских договоренностей и переговорах считаю необоснованными. Абсолютно верно. Также поддерживаю Александра Владимировича в том, что все заявления Киева, в том числе и ОБСЕ, о том, что по нашей вине была сорвана встреча в Минске не просто необоснованным, а еще надуманными. И я считаю, это обыкновенный политический перевертыш. Перевернуть всю ситуацию и сделать виноватыми тех, кто к этому не имеет никакого отношения. Так, как говорил Александр Владимирович, наши представители там были, ждали. Но первый раз никто не явился, второй раз явились и уже чего-то не устраивает. Это не мы, это Киев не готов к переговорам. Это господин Порошенко мечется туда-сюда и не может принять окончательное решение и сделать свой выбор. Ведь вы посмотрите, что сейчас происходит. Сейчас к нам с двух сторон тянутся руки. Со стороны Украины и со стороны России. Только со стороны Украины эти руки хотят нас задушить, хотят разрушить наши дома, задушить нас экономической блокадой. И поэтому все те пути, которые связывали нас с бывшей Украиной, превращаются в дорогу смерти. И с другой стороны, рука, которую протягивает нам Россия, братский народ, становится нам дорогой жизни. И на сегодняшний день мы прекрасно и четко видим, кто является нашими друзьями, а кто нет. И поэтому позиции, которые занимает на сегодняшний день официальный Киев, не соответствуют действительности. Это полностью лежит на срыв минских договоренностей, лежит на Киеве, на господине Порошенко. Он не хочет и не интересует. И по всей вероятности, все минские договоренности, это всего лишь ширма, за которой господин Порошенко прячет свою, не знаю, неуверенность, непонимание или может что-то еще больше. Мы уже переходили к тому, мы уже знаем. Были не один раз, разговаривали, подписывали. И в результате всего, что мы имеем? Мы имеем то, что нас в очередной раз попытаются обмануть. В очередной раз попытаются перегруппироваться. А почему? А всего лишь оказывается обыкновенное природное явление, когда град падает с неба, вдруг начинает вразумлять господина Порошенко, что надо все-таки садиться за переговоры. Так если надо, давайте садиться. Давайте не играть в игру, а сядем и будем обсуждать, если интересует это Киев. Я хотел бы вам напомнить, с чего началось последнее боестолкновение. Был отдан приказ украинским вооруженным силам о взятии под контроль всей территории Донецкого аэропорта. После наступления украинской армии мы перешли в контратаку и в течение двух суток заняли новый терминал. Далее уже пошла атака на Песке. Вы прекрасно знаете, что полнопесок уже является под нашим контролем. И дальнейшие бои, которые происходили на южном направлении, до Кучаевска и Леновка, закрытие Добальцевского котла, это было связано с тем, что мы прекрасно понимали, что только силой мы сможем обезопасить свои города, свои селы от диких, звериных обстрелов наших улиц и городов, при которой гибнут наши дети, старики, матери, отцы. Только так мы можем заставить украинские вооруженные силы не обстреливать хотя бы со средней артиллерией наши дома. Если уважаемый президент Украины Петр Алексеевич Порошенко думает, что его армия способна выполнять все боевые поставленные задачи, пускай обратится к 246 попавшим в окружение русинам, этническим венгарам, которые находятся сейчас под Добальцевском котле. Кстати, я обещаю их выпустить, пускай сдаются, это наши земляки, русины, такие же славяне, как и мы. С венгриями мы не воюем, пускай уходят. Которых бросили командиры, пускай посмотрят, за сколько взяли Углегорск, которое доблестная украинская армия до сих пор обороняет, так же, как и аэропорт Донецкий. Они там все сражаются и все удачно ведут контрнаступательные боевые операции. Они бросают в бой неподготовленных резервистов, людей, прибывших на фронт 9-10 дней. Многие из них толком не умеют держать оружие. Только силы мы могли заставить украинскую армию не расстреливать наши города. Что, в принципе, и произошло. А что мы услышали в Минске? Минск, Киев предлагает нам вернуться обратно на линию разграничений, которая уже была 19 сентября. То есть на сегодняшний день мы должны отойти, отступить, опять отдать эти позиции и так далее. Очередной раз нас пытаются обмануть. Ведь если бы господин Порошенко и его очередные, там уже по счету министры обороны и прочих, которые подписывали, и представители Киева, которые подписывали те договоренности, которые мы с Александром Владимировичем тогда подписывали, отвели тяжелую технику с этих линий, даже на тех условиях, которые были подписаны. Сейчас не было бы Волновахи, не было бы обстрела Донецка, Луганска, Первомайска и многих других сел. Не было бы гибели мирных жителей и того, что побудило нас начинать защиту собственных территорий. Поэтому вся эта кровь лежит на Киеве, лично на вас, господин президент, и на ваших армейцах, которые беззастенчиво расстреливали и расстреливают до сих пор наши города и наших мирных жителей. Не умеете воевать с армией, воюете с людьми. Еще раз хочу обратиться к мировому сообществу. Пускай, наконец, Европа откроет глаза. Мы, повторяю, послали в Минск полномочных представителей Донецкой и Луганской народных республик, у которых были все права. В ответ получили опять непонятно что, непонятно кого. Не мы срывали минские переговоры. Мы, как и прежде, умеем держать свое слово. Пускай Европа, мировое сообщество заставит, наконец-то, Киев снять свою двуличную маску. И если действительно власти Украины хотят о чем-то договариваться, пускай приезжают, садятся и будут разговаривать. Повторю, прежде чем это произойдет, мы требуем официального представителя украинской власти. Хочу напомнить украинским властям, что силы оружия, им нас не удалось победить ни летом, ни сейчас. Не получается. У нас есть сила духа, мы живем на своей земле, мы здесь жили, живем и жить будем. Это наша земля. Хотел бы обратиться еще к украинскому народу, к украинским матерям, женам, сестрам. Да и мужчинам. Да, отцам, дедам. Пускай прекратят посылать своих сыновей, мужей, братьев, детей на бессмысленную и беспощадную бойню. Интересы власти, которые, хунты, которые захватила власть в Киеве, это не интересы украинского народа. Украинский народ сам по себе миролюбивый. Любая война противоречит любому людскому естеству. Большая просьба, отдумайтесь, просто люди прозрейте. Не надо заливать украинской кровью поля Донбасса. Не стоит. На урожание от этого не стоит. Кроме того, хочу добавить, что история повторяется по спирали. И сегодняшние события проходят на фоне Сталинградской битвы, Сталинградского котла. А уж фельдмаршал Паулис был не чета нынешним министром обороны Украины. Поэтому, также поддерживая Александра Владимировича, я обращаюсь прежде всего к мужчинам Украины. Вы не за того и не за тех воюете. Поворачивайте, разворачивайтесь. И армия ДНР и ЛНР готовы вам помочь, чтобы свершилось то, ради чего вы начинали свой Майдан. Сбросить ненавистных олигархов, вернуть власть народу, не грабить, не растаскивать по собственным карманам, а начинать жить. И тогда мы будем жить с вами в дружбе и взаимопонимании. На прошлой неделе ВСДП США назвал меня голосом Кремля. Вы сами прекрасно знаете, что Петр Порошенко ездит в Америку как на работу, на отчеты. Тогда получается Петр Порошенко голос в Соединенных Штатах Америки. А сегодня Нью-Йорк Таймс и Шанутон Пост назвали меня лидером повстанцев. Уважаемые представители СМИ, я хочу обратить ваше внимание, что Соединенные Штаты Америки имели в своей истории интересную вещь. Они тоже когда-то боролись за свою независимость. Я уверен, что первые президенты Соединенных Штатов тоже были сепаратистами в глазах. Их называла, метрополия их так и называла, сепаратисты и террористы. И воевали с ними. Риторика международной американской прессы уже кардинально меняется. Мы не сепаратисты, мы не террористы, мы лидеры повстанцев. А повстанцы борются за собственную свободу. Это то, что всегда поддерживали Соединенные Штаты. И особенно не правительство, а простой народ Соединенных Штатов. Поэтому я думаю, президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме можно многое чего вспомнить и подумать. Почему народ называет нас повстанцами? То есть людей, которые борются за собственную свободу. Против того, чтобы нас кто-то угнетал, давил, убивал. Надо будет обязательно поздравить Соединенные Штаты Америки с Днем Независимости. Согласен. Это будет знаковое событие. Они тоже боролись за свою свободу. А печеньем все-таки? Или шахтерские торты? Конфеты Рошен. Шахтерские. Рошен? Да. Я думаю, Рошен там уже возят. Каждому по конфетке. Шахтерские торты, я думаю, с осколком. И еще хочу добавить, что на фоне массовой мобилизации тотальной киевских властей, могу сказать следующее, мы сегодня с коллегой обсудили, что мы в состоянии объявить, точнее уже начинаем об этом думать, добровольный набор ряды вооруженных сил. Мобилизационный ресурс у нас достаточен. Вы не забывайте, уважаемые украинские власти, что это две области, один из самых населенных, вовсенаселенных регионов бывшей Украины. Поэтому абсолютно не пугают ваши 240 тысяч или 250. Еще раз хочу повторить. Если вы действительно хотите о чем-то говорить, если вас, как президента, как правительства Украины, волнует жизнь простых украинцев, вас втревожат слезы матерей, вы думаете, сколько сирот остается ежедневно на Украине, когда погибают эйцы. Я думаю, что если не у вас, так у украинского народа возобладает здравый смысл, и он в конце концов заставит вас делать то, что выгодно украинскому народу. Еще хочу сказать, что-то я не припоминаю в истории Украины, чтобы казаками правили, ну не совсем, те люди, которые с шашкой никогда в жизни не бегали. Почему? Да, ну я не помню, что евреи ходили. В ютубе, пускай посмотрят, там даже есть песня, когда еврейское казачество восстало. Ну это далеко не еврейское казачество, а то представители, это жалкие представители очень большого и великого народа. Но с казаками же точно не правили. Я думаю, Тарас Бульба неоднократно с Тарасом Шевченко в руку перевернется, таких вот правителей Украины. Спасибо. Благодарю вас. Это была прямая трансляция заявления для пресса руководителей Народных республик Донбасса Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.